О том, что делается в Маевском сельском поселении в вопросах благоустройства и развития социальной сферы, известно в Славинском районе. Благодаря слаженной работе и росту собственных доходов, а также привлечению краевых средств, здесь удается сделать многое. Для того, чтобы рассказать о последних достижениях, мы побывали в этом поселении. Благодаря поддержке района и краевой властей в Маевском сельском поселении удается решать важные вопросы и строить социальные объекты, нужные всем жителям. Детские спортивные площадки, новые парковые зоны, наконец, прекрасная молодежная лея с фонтаном, которая была открыта совсем недавно. Один перечень сделанного впечатляет. Глава сельского поселения Андрей Дмитриченко уверен, что жители на селе должны пользоваться всеми удобствами, как и горожане. Все делается для людей, для детей, чтобы как-то их занять, как-то где люди могли отдохнуть, провести время свое после работы, посетить парк, посетить детские площадки. Есть такая программа инициативное бюджетирование. Конечно, без этой программы мы вряд ли бы потянули бы вот эти все парки и детские площадки, а она просто вносит большую помощь в наше поселение. И сейчас, в июльский зной, молодежная лея привлекает ребят, которые приходят сюда, чтобы пообщаться или позаниматься спортом. Здесь есть все необходимое для этого. Я очень рад, что нам построили молодежную лею. И я прихожу сюда с друзьями, и мы тут проводим время. Играем в футбол и вообще веселимся. Администрация поселения работает по решению вопросов благоустройства в тесном контакте с председателями территориальных общественных самоуправлений и с жителями, учитывая их пожелания. Стадионы, потом ворткаут сейчас новый строится будет для молодежи, чтобы молодежь развивалась, и поселение тоже, чтобы развивалось, и шло к лучшему. Если есть какие-то проблемы, мы с администрацией сельского поселения сотрудничаем. Настоящим центром притяжения в поселении является сельский клуб, который в последние годы просто преобразился, перешел на новый уровень работы. Культуре здесь уделяется первостепенное внимание. Для девочек купили машинки, которые будут шить, вышивать и все прочее. И дети начали, буквально-таки приток детей очень увеличился буквально за последние два года. Также у нас здесь ансамбль, это родные берега, которые мы гордимся ими. Заведующая сельским клубом благодарна тем, кто действительно помог в его ремонте и оснащении. Хотим поблагодарить депутата Законодательного собрания края Чернявского Виктора Васильевича за очередную оказанную помощь в приобретении музыкальной аппаратуры. Виктор Васильевич огромное внимание уделяет развитию культуры в нашем сельском поселении. Благодаря финансовой поддержке у нас отремонтирована библиотека, зрительный зад, фасад здания. Наши вокальные ансамбли репетируют на новой профессиональной аппаратуре и радуют жителей нашего поселения своими концертами. В летнее время жизнь в клубе просто кипит. Для детворы здесь созданы все условия, чтобы ребята отдыхали и развивались. Дети приходят на летнюю площадку, с ними занимается культер-организатор. Они играют в настольные игры, в развлекательные, в викторины проводятся различные, смотрим фильмы. У нас дети приходят сюда в первую очередь развиваться, общаться с друг с другом, узнавать, познавать что-то новое. В клубе работают многочисленные кружки, где дети занимаются декоративно-прикладным творчеством, вокальным и театральным искусствами. Детский вокальный ансамбль «Казачий хуторок» выступает с патриотическими песнями. «Любовь и слава, небес простор, Орел двуглавый и триколор, Великой жизни, ветром стихи, миссии и шаг. Нас самый лучший из всех планет, Народ могучий и президент, Моя отчизна, моя Россия, моя душа». Всегда радует своим искусством казачий вокальный ансамбль «Родные берега». Самое главное, что каждый здесь находит себе занятие по душе. В нашем клубе мы очень хорошо проводим время. Мы любим играть, танцевать здесь и петь песни. А еще мы играем в настольные игры и еще на улице. Мы каждый день приходим в наш клуб, потому что он нам нравится. Тут летняя площадка, чтобы встретиться с друзьями, хорошо провести время, сходить на кружки, чему-то научиться новому. Большое внимание в Маевском сельском поселении уделяется ремонту и содержанию дорог. Асфальтируются тротуары, делается уличное освещение, активно идет озеленение. За последнее время в поселении произошли серьезные изменения к лучшему. И это всех, конечно, радует. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».